Добрый вечер дорогие зрители! Николай Шапарев, который расскажет о своем жизненном пути, о силе предназначения. И конечно с нами тот, кто уже не первый раз беседует с отцом Николаем. Встречайте наш бессменный ведущий Кирилл Усманов! Добрый вечер дорогие друзья в эфире программа Фокусе. С вами я Кирилл Усманов и новогодние праздники, как вы уже поняли, позади. Но елку мы еще не убрали. А все почему? Потому что еще не май месяц. Друзья, мы начинаем наш январский выпуск. Сегодня у нас в гостях настоятель Александра Невского храма города Видное, отец Николай Шапарев. Здравствуйте! Приветствую всех! Отец Николай, как вы пришли в религию? Вы знаете, мне не очень нравится это слово религия. Оно дает чем-то таким мертвичиной какой-то, религия. Вот больше нравится слово вера, потому что в слове вера звучит какая-то жизнь. Вообще надо сказать, что я с детства верующий человек. Конечно, благодаря маме прежде всего, потому что она с детства меня привела в храм, я почувствовал эту благодать в храме. И я остался там, ходил с детства в воскресную школу, потом начал помогать в алтаре священнику. Ну и как-то само собой так возрастал в храме. Были периоды, конечно, подростковые, когда я, скажем так, оставлял храм на продолжительное время, месяц, два, три. Но, слава богу, были люди неравнодушные, которые звонили и спрашивали, Коля, ты где? Ты придешь? Что-то тебя давно не было. Благодаря таким людям, благодаря их неравнодушию, я сохранил живую связь с Богом, с храмом, веру сохранил. Ну и вот результат. То есть получается, это так вот с детства шло? Да. Я знаю, что вы изначально поступали... На кого вы поступали? В институт? Да, я поступал в институт в Петербурге на специальность информационной системы и технологии. Такая... Программист IT, программирование и так далее. Но, проучившись два года, я совершенно понял, что не мое, что я иду не в ту сторону. И у меня был замечательный друг, с которым мы решили... Он тоже учился там, в том месте, в котором не хотел учиться. Мы решили, значит, вместе сделать такой шаг. Для многих, может быть, непонятный был, но, тем не менее, мы бросили эти вузы и поступили в Москву. Из Питера и приехали в Москву, и поступили уже здесь в Богословский университет. Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. Ну и вот, собственно, учились там шесть лет. Он продолжил, мой друг, там преподавать в вузе, а я, собственно, вот пошел. Сами не планируете преподавательскую деятельность? Ну, она у меня есть отчасти, там, на разных курсах, в школе воскресной, в той же. Но есть на взрослых курсах, в Богословских. То есть, она... Я продолжаю эту деятельность преподавательскую, ну, в меньшей степени, потому что в основном занят на приходе и благочине. Отец Николай, какие предметы Вы изучали в Богословском вузе? Много-много всего. Конечно, это были богословские дисциплины, как и в семинариях. История церкви, догматика, устав, литургика и многие другие предметы, касающиеся богословия непосредственно. Ну и, кроме того, ряд гуманитарных дисциплин. Прежде всего, это языки. Была очень сильная языковая нагрузка. Какие именно языки? Мы изучали древние языки, латинский, греческий, конечно. Без греческого языка богословием заниматься не имеет смысла. Мы изучали новые языки, немецкий. У нас была немецкая группа в вузе. Изучали французский и даже какое-то время изучал арабский язык, но совсем немного. Он был необходим по диплому. Так что языковая нагрузка была сильная. Ну и, кроме того, остальные гуманитарные дисциплины, исторические, тоже все были. Сейчас языковые навыки не потеряны? Потеряны, конечно. Ну, я их не использую. Хотя, надо сказать, что был момент, когда я венчал, например, на немецком языке. Потому что я венчал немца и русскую. Это здесь видно было? Да, у нас видно. И я так немножко вспомнил язык. Ну, осталась память какая-то. Взял требник, текст на немецком языке последования венчания и венчал на немецком. Немцы с той стороны сказали, что все было хорошо. Так что подготовка была хорошая у нас. Ну и, кроме того, у нас была стажировка еще в Берлине. Четыре месяца в Гумбольдт-Университете учился. А сколько вы в УЗИ обучались? Шесть лет. Шесть лет. Калориат и магистратура. А, то есть система та же. Да, 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 абсолютно. Отец Николай, расскажите вообще, как начинали? То есть вы отучились в высшем учебном заведении. И вот ваша первая служба, какая она была? Ну, понимаете, я отучился в УЗИ, но это не значит, что я сразу стал священником. Потому что одно дело получить богословское образование, а другое дело уже служить как священнослужитель. Нового времени обучения у вас нет? Нет, нет, нет. Не допускаю. То есть это молодой человек, который заканчивает обычно семинарию или богословский ВУЗ. Ну, если семинарию, то в большинстве своем люди знают, куда они потом вернутся. И где они будут служить, и кто их будет рукополагать, в какой епархии и так далее. В моем случае это был ВУЗ. Я был студентом. У меня не было, ну вот, у меня, конечно, были, я мог бы вернуться обратно в Петербург. То есть были люди, которые, возможно, меня и ждали. Но все равно я как бы был предоставлен сам себе. В этом смысле был элемент такой свободы. И надо сказать, что я не сразу принял решение именно рукополагаться, быть священником. Ну, вообще, в среде верующей молодежи, православной, адекватной, скажем так, само стремление быть священником, точнее, демонстрация этого стремления не приветствуется. Потому что это великое служение, и мы как бы себя ощущаем недостойными его. Я до сих пор ощущаю, что я недостоин вот этого, стоять у престола, возносить бескровную жертву. То есть это тот дар, который Господь дает не по заслугам человека, не потому, что он выучился в богословском институте, понимаете, да? Да, да. Вот, и поэтому, как бы, вот так вот дерзновенно желать священства, ну, как бы, я стеснялся. Да и многие мои друзья тоже. И мы думали, ну, вот как Господь управит. То есть, если Господь захочет, чтобы ты был священником, ну, ты уже не отверстишься, ты уже пойдешь по этой дороге. Так оно, собственно, и произошло, потому что я сначала работал в патриархии, ну, в русской православной церкви, но просто не священником. Я работал там в других структурах, скажем так, не служил. И почувствовал призвание, и уже сложились так обстоятельства, что иначе быть не могло. Ну, и надо сказать, что когда я стал священником, как бы, все стало на свои места. Вот, ну, то есть, как в голове и в голове в жизни. Если Бог на первом месте, все на своих местах. Вот. Когда ты понимаешь, что ты занимаешься тем делом, которое, ну, твое, что называется, да. Так что, слава Богу, что Господь меня призвал. Так все-таки, помните свою первую службу? Какая она была? Когда... Это бредным было? Когда рукополагают священника, его первая служба, она... Ну, это, собственно, момент, когда его рукополагают, потому что он уже участвует вот в литургии. Это было в Новодевичьем монастыре в Москве. Тогда в московской епархии она была большая, вся область. И ставленников рукополагали обычно в Новодевичьем монастыре, ну, как правило. Вот. Это было, я помню, такой очень тревожный день. Очень много переживаний, конечно, было. Вот. Но и радостный день тоже. Невероятно. Отец Николай, а во время службы были какие-то нестандартные ситуации? Ну, бывали, конечно. Какие? Можете рассказать? Однажды это было на службу Великой Субботы, по-моему. Если я не ошибаюсь, Великой Субботы. Народ приходит разный. Совершенно разный. То есть и адекватный, и неадекватный. И вот я помню, что был такой момент, когда были открыты царские врата. Я стоял за престолом на горнем месте. И вдруг такой неожиданный шум по храму. А народу много. Все вот так стоят. Нет, у нас храмик-то небольшой. Народу много. Такой шум какой-то. Шепот по храму. И звук бегущих шагов. Какая-то женщина со всей скорости бежит в царские врата. Чтобы забежать через царские врата в алтарь. Видимо, она этого хотела, но она была немножко неадекватной. И вот мне пришлось тоже выбежать ей навстречу. И буквально в царских вратах ее обнять. Остановить, поймать. А все стояли, не понимали, что делать. Вот она бежит. Ну, понятно, что нельзя ей туда. Но кто ей подножку будет ставить? Нет? И все открыты просто стоят и смотрят. Мне пришлось как-то реагировать тоже. Вот такие были. Ну, это исключительные случаи. Одна ситуация есть. Понятно. Ну, вот про вот эти вот ситуации, когда у людей разная реакция происходит. Что это такое? Ну, это может просто быть нервное что-то, психическое. Не обязательно искать за этим какие-то силы рациональные. Если говорить про объяснование, не знаю, будем мы затрагивать эту тему или нет. Ну, это такая очень, очень такая, ну, скажем так, нечасто встречающаяся тема. Потому что, ну, может быть, главный такой признак того, что это вот одержимость, это когда человек не может прикоснуться к кресту, когда его там жжет святая вода. То есть, ну, есть такие вещи, они просто не могут это выносить. Но это редкое явление все-таки. Не надо всех записывать в бесноватый ни в коем случае. Ну, а как спасти этого человека? Ну, его нужно покаяться. Ну, и, ну, как причаститься. Есть отчитки, так называемые, когда... Не все священники это могут делать, там, такое дерзновение иметь, да. Обычно монахи это делают, и такие уже умудренные и опытом, и годами люди, которые вот изгоняют, скажем так, бесов. У католиков это экзорцизм называется, да, это все перевели в шоу, там есть масса голливудских фильмов про это, но это на самом деле довольно страшная вещь. Вот. Лучше с ними, с этими ребятами не сталкиваться, конечно. Я к этому пришел как-то вот к вере именно лет 14, мне кажется, или лет 15 меня крестили. У некоторых, конечно, бытует мнение, что лучше в младенчестве, дабы защитить ребенка. Вот такой вот вопрос к вам. Глупо, наверное, когда лучше, или как правильнее? Ну, знаете, это такой сложный, на самом деле, вопрос, потому что большинство, не побоюсь этого слова, наверное, большинство людей, которые крестят своих деток маленьких, они к церкви имеют очень далекое отношение. То есть они, мы не можем, мы их не видим, в общем, в церкви, и они, скорее всего, действительно это делают просто по традиции, потому что вот такая традиция русская, я русский, значит, православный человек должен покрестить и своего ребенка. А то, что все-таки крещение подразумевает за собой вхождение в церковь, причастие, регулярное участие в богослужении, вхождение в семью, церковную семью, в общину, этого чувства нету. Вообще, надо сказать, что крещение превратилось в такое индивидуальное таинство для одной семьи. В древности же не так было, в древности крестили массово. То есть люди готовились, там проходили курсы, огласительные курсы, то есть они учили историю Ветхого Завета, Новый Завет, христианскую нравственность изучали, заповеди Божии, а потом уже, обычно на праздник, на крещение Господне, на Рождество или на Пасху, совершалось массовое крещение сотен людей. И они чувствовали, что они становятся причастниками некой большой общности церкви, они входят в нее, в эту семью. Но это новая семья, по сути дела. Крещение — это ведь новое рождение человека. Вот они заново рождаются, чтобы жить совсем другой, обновленной жизнью. Конечно, сейчас крестят младенцев, не думая об этом. Это, наоборот, стало таким личным каким-то делом. И поэтому вот эта связь, которая вообще-то существует, она есть. Связь с церковной общиной, она как бы утеряна. Ну и люди действительно крестят, чтобы, не дай бог, что не случилось, чтобы здоровеньким был и так далее. Плохо это, ну, наверное, не очень хорошо. Но, с другой стороны, люди, если родственники есть в этой семье верующие, они могут приходить в храм, они могут молиться за этого ребенка. Могут, да, как-то вот, чтобы его имя звучало тоже на литургии. Чтобы хотя бы, если не родители, неосознанно он сам, ну, хотя бы близкие родственники верующие могли бы полноценно молиться о нем в храме. И тут, ну, в этом положительный момент. Ну, получается, раньше была какая-то такая интеллектуальная, скажу так, подготовка. Как бы человек понимал, изучал. А сейчас просто зачастую происходит потому, что... Ну, есть обязательные беседы. Одна или две беседы есть. Беседы были, да. Я помню, я когда сестренку крестил. Они и есть. Они никуда не делись. Вот, люди приходят, да, прежде чем крестить своего ребенка, родителей, восприемники, крестные, они проходят эти беседы, или, если взрослый человек крестится, тоже с ним беседуют, объясняют основы веры, только потом он может креститься. В этом смысле за последние, там, десятилетия в лучшую сторону ситуация изменилась. В лучшую. Но крестить ребенка, конечно, нужно тогда, когда родители сами, верующие люди, понимают, что это такое, понимают, что они его крестят для того, чтобы он жил в церкви, возрастал в церкви. Бывает такое, что... Есть такая даже пословица грустная, что христианин на колесах. Его привозят покрестить, а потом привозят отпеть. Все. И между этими двумя моментами он церковь не посещает. К сожалению, такое тоже встречается. Но зачастую такое встречается. Ну, вот, меня, отец Николай, когда крестили, мне вот, что это было не здесь, ну, храм был очень старый, и очень, ну, красивый фасад, вот это вот все. И когда меня крестили, у меня вот в голове, я не знаю, я это испытывал, наверное, один раз в своей жизни. У меня вот в голове, когда я вышел после крещения, у меня в голове была пустота. Вот всегда мы, когда куда-то идем или что-то делаем, мы думаем о чем-то. Там, я не знаю, сейчас я опоздаю, там, или асфальт неровный. Но все равно в голове какие-то мысли проскакивают. У меня было где-то минут 30-40. Вообще пустота. Ты идешь, ты... Может быть, тишина? И тишина, и пустота, я имею в виду мысли. Голова была свободна. И тогда я понял, что, наверное, вот какое-то обнуление, наверное, произошло. И больше я такого не испытывал. Но это ощущения были... Благодать коснулась сердца. Да вообще, это же человек реально обновляется. То есть умирает ветхий, возрождается новый. Таинство имеет силу. И если человек с верой его принимает, эта благодать им ощущается даже физически. Даже на физическом уровне. Значит, подводим такой итог. Это и большая тема. То есть если мы крестим детей, мы должны, ну это логично, подходить с знанием. И не для галочки это делать, потому что это делают все. Ну, по факту получается без разницы. Когда человек придет к Богу. Даже будущим уже пожилым человеком. Ну, конечно. У меня был случай, когда я крестил атеиста, коммуниста, дедушку. Обычно старые люди, они не меняются. То есть если вот он уже атеист, коммунист, ну чтобы... Конечно, под старость некоторые приходят к вере. Но обычно это женщины. Мы видим бабушки в храме. А дедушки это редкость. И вот меня пригласили крестить дедушку, который, ну он заболел онкологией. Что-то там у него внутри, наверное, поменялось. Может, эта болезнь как-то способствовала тому, чтобы он пересмотрел свои взгляды. Он решил креститься. Причем осознанно. Не помню, сколько ему лет было. Ну, по-моему, за 80. То есть он был такой уже пожилой. Вот. Причем так голова светлая была. То есть он осознанно все это принял. Принял таинство. Родные боялись, что он со дня на день умрет. Но он еще прожил год. По-моему, даже два. Я приезжал к нему, причащал его. Мы беседовали. И вот он как верующий человек отошел к Богу. Крещеный. Вот такое изменение было прямо на глазах. Преображение человека. Удивительно. Вообще, я хочу сказать, что это чудо. Вера вообще это чудо. Потому что есть много замечательных, высоконравственных людей, которые неверующие. Или для которых что-то там не екнуло внутри. Что-то как-то голос Божий не услышал человек. Он хороший человек. Но вот не верит. А есть люди, для которых коснулось Господь. Коснулся. Они поверили в Него. Они почувствовали Его присутствие. Да, они могут быть даже хуже нравственно. Падать, вставать. Это такая грань непонятная. Я имею в виду, что можно все доказательства бытия Божия человеку рассказать. Как бы его начать убеждать в том, что Бог есть. Но для него это никакой не будет иметь значения. Он контраргументы найдет какие-то. Потому что Бога нет. Я знаком с таким. А бывает, что просто какое-то простое слово или какая-то встреча такая неожиданная с кем-то, с каким-то человеком. Или просто даже посещение храма. Настолько человека меняют. Ну вот просто что-то происходит. Какое-то чудо у него внутри происходит. И появляется вера. Как это действует? И Господь знает. Бывают такие ситуации, когда, допустим, пожилые. Я просто знаю, была такая ситуация. Бабушка тоже, но не моя. Но как бы тоже уже лежачая была. Но она уже не разговаривала. Но и не знали, крестили ее или не крестили. Ну была она крещена или не крещена. Если такие случаи есть, то священник, когда крестит, он произносит такие слова. Ащи не крещен или не крещена, крещается. То есть, понятно, люди и родственники, сам священник не могут знать. Но Господь-то знает. Поэтому есть такая вот формула. Если не крещен, то крещается. И все. И крестит тогда полностью. У меня был случай вообще интересный. По поводу крещения. Одна женщина, она тоже меня там жаловалась на здоровье. Что нужно сделать? Можно меня еще раз покрестить? Точнее, она не говорила еще раз покрестить меня. Я говорю, ну конечно, можно покрестить. Записывайтесь на огласительные беседы. А потом меня что-то такое дошло до меня. А вы вообще, вы уже были крещены? Да, да, но я еще раз, ну так хоть я болею так часто. Вот второй раз. А был еще один случай, такой немножко печальный. К вопросу как раз об отношении к крещению людей. Пришла женщина, и она захотела по-другому назвать своего ребенка. Вы знаете, что в крещении иногда дают другие имена, потому что те имена, которые дали родители, которые записаны в свидетельстве о рождении, они не, их нету в святцах. То есть нету святых, которые носили бы такие имена. Я даже не знаю сейчас. Сейчас уже, чтобы поймать, подвести. Ну не знаю, Олеся, допустим. Либо Александра, либо Елена. Ну Олеся нету в святцах. И значит, женщина, я хочу дать другое имя своему ребенку. А как вы назвали своего ребенка? И она называет нормальное имя, которое есть в святцах, есть такой святой, такая святая с этим именем. Не помню, кто там мальчик, девочка был, неважно. Нет, я хочу другое имя. Меня это насторожило. Зачем? Ну зачем другое имя? Если вы дали одно имя, оно и должно быть одним именем. Моя бабушка, моя там прабабушка, не знаю. Они все давали имена другие. То есть вот я обязательно должна дать другое имя своему ребенку. Я говорю, объясните мне почему. И вот мы начали как-то говорить друг с другом. То есть была такая такая традиция менять имя? Почему? И мне вот очень хотелось знать почему. Я и объяснил, почему мы даем имя другое. Ну потому что нету в святцах. Исключительно поэтому. А оказалось, что она в таком суеверном заблуждении была. Что якобы если дать другое имя и этим другим именем крестить, будет какая-то мега защита у ребенка. Что как бы будет некое тайное имя, которое знает только семья. И ребенок будет еще больше защищен от всех сил зла. От порчи, от сглаза, от всего. Ну вот в таком контексте она рассуждала. Я ей говорю, ну подождите, мы же крестим ребенка. Господь не имя защищает, не перемена имени, а таинство крещения. Понимаете? Благодать Божия, которая человеку дается в таинстве крещения. Вот что защищает и оберегает человека от всякого зла. А неформальная перемена имени. Я не смог ее убедить. То есть она начала как бы вот уже агрессировать. Говорить, что я буду на вас жаловаться. Вы не хотите крестить моего ребенка. Но я тут принципиальную позицию занял, потому что если я пойду у нее на поводу, значит я поддержу это суеверие. Абсолютнейшее суеверие, невежество, которое не должно быть в отношении крещения. И она расстроившись заплакала и ушла из церкви. Ну и потом вроде бы как бы я узнал, что она где-то покрестила все-таки. Где-то нашла где-то лазейку, где-то как-то она проникла, где-то покрестила другим именем. Но к сожалению, бывают такие случаи, когда человек, ну мнение священника неважно. Есть некое представление свое, которое сформировалось из каких-то источников совершенно непонятных. И вот с этим представлением суеверным люди идут в храм и требуют, чтобы священники поступали по их желанию, по их воле. Бывает такое. Вот, кстати, затронули такую тему сейчас суеверие. Как вы к этому относитесь? Ну как отрицательно, конечно. Она даже само слово звучит. Что такое суеверие? Суетная, то есть лживая вера. То есть вера, ну как бы, которая пустая вера. Ненастоящая. То, что я всегда когда слышу, у меня тоже есть родственники, которые, ну вот надо сделать так вот, потому что так. Если вы с Богом, то зачем чего-то бояться? Да, надо спросить, зачем чего-то крещены. Крещены. Ну что вам еще? Ну вы же знаете, даже вот бабушки, есть вот такие, которые очень суеверные. К сожалению, если это запрограммировано, это глубокая прошивка, ничего не сделаешь. Молодой священник, да кто это такой? А вы вообще? Учить будете? Да. Очень много суеверий, связанных с кладбищем, с похоронами, тоже в разных областях своей традиции. И вот там и священникам приходится, ну никуда не деться, а приходится как-то подстраиваться под них. Потому что вот это вот народоверие, вот это обрядоверие, оно очень сильное. Отец Николай, вот расскажите про семью. Я знаю, что она у вас немаленькая. У вас есть дочка, у вас есть сын, по-моему. Два сына. Два сына даже. Сыновья помладше. Да, по годке. Девять и восемь. Ну восемь скоро будет, Федя. Вот расскажите, как вот у вас в семье относятся к вере и какие есть, возможно, традиции, обычаи? Ну я думаю, как у любой верующей семьи, ничего такого особенного у нас нет. Поэтому мы еще как бы стараемся детей слишком не, скажем так, не держать в каких-то строгих, очень строгих рамках и правилах. Ну понятно, что воспитание должно быть, но чтобы там заставлять их, допустим, обязательно вот что-то такое делать, надо чувствовать, чтобы они сами желали этого, хотели сами. Вот тут такой тонкий момент. Ну как и в любой верующей семье у нас есть молитва дома. То есть мы молимся утром, вечером вместе с семьей. Вот для детей это стало уже правилом, они, ну у них нет такого, что я не хочу молиться. Ну потому что мы вместе это, там поем молитвы, да, там, как бы тоже формат общения со всей семьей, с Богом, как-то стало уже так традиционным, скажем так. Перед едой молимся, как и все верующие люди, да. Вот это то, что касается такой какой-то жизни молитвенной семье. Ну и, конечно, они посещают храм, конечно, они приезжаются раз в неделю обязательно. Мальчики периодически заходят в алтарь, помогают мне там. Они еще маленькие, но тем не менее бывает такое. Тут тоже тонкий такой момент. Сделать так, чтобы детям, это самим хотелось этого. То есть не заставлять этого. Даже с тем же алтарем я не тяну туда своих сыновей, потому что понимаю, что если я буду заставлять, ну это чем-то хорошее не закончится. А если я вижу, что у них свое желание проснулось, вот там Федя встал и сказал, папа, я очень хочу тебе помочь сегодня, вот я хочу в алтарь. Ну для меня это радостно, конечно. Но это его желание, и он захотел. Это ценно. Отец Николай, а как вы относитесь к другим религиям? Ну к представителям других религий с уважением, по-человечески. Мы вообще, христиане, видим в каждом образ Божий. Он может быть замутнен грехами, заблуждениями, но это все равно образ Божий, всем чадо Божие. Поэтому вот с уважением. Отец Николай, вот скажите, какой контингент сейчас, сегодня в храме? Ну разный, разный. Конечно, бабушки есть, конечно, есть и молодежь тоже, хотя молодежи меньше. Меньше, но она есть, слава Богу, она есть. Даже увеличивается. Вот, наверное, может быть, больше процентов, может быть, среди прихожан, это вот семьи молодые, с детьми, много очень деток. Мужчины ходят, слава Богу. Беда в том, что у нас как-то вера, она на откуп женщинам отдана. Работать, типа, ходишь в храм и ходи, а я там буду телевизор смотреть, там, и еще что-то делать. А на самом деле, конечно, это мужское дело. Молиться, как, ну, предстательствовать за свою семью перед Богом. Это, кстати, хорошо видно в исламе, например, да, там, как мужчины молятся, как они с Богом связь имеют. Ну, вот, у нас почему-то даже стеснение какое-то у мужчин. Что это я пойду в храм? Ну, то есть эти глупости советские еще, пережитки вот эти прошлого, они как-то в головах у людей сидят, к сожалению, до сих пор. Но все равно появляются мужчины, женщины, семьи, разный, разный контингент, пестрый. Отец Николай, спасибо вам большое за интервью. Очень приятно было вас здесь увидеть, услышать. Спасибо большое за приглашение. Вам спасибо, что пришли. Надеюсь, для наших телезрителей сегодняшняя наша беседа была полезна, и что-то вы для себя, возможно, новое услышали, возможно, что-то и подчеркнули то, что вы уже знали. Спасибо, отец Николай. Всего доброго. Друзья, вот и подошел наш январский выпуск к концу. Надеюсь, у вас останется проличное настроение, ну, как минимум, на целый год. С вами был я, Кирилл Усманов. До встречи в феврале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова